В Глазго мировые лидеры и экологические активисты. В конференции по климату участвует 120 государств. Обсуждают глобальное потепление и меры по противодействию ему. Российская делегация тоже прибыла в шотландский город. Правда, президент Путин отказался от личного участия в конференции. Ограничился видеообращением. Не просто хотим достичь углеродной нейтральности, а сделать так, чтобы в ближайшие три десятилетия накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России был меньше, чем, например, даже у наших соседей и коллег в Евросоюзе. Это для нас вполне решаемая задача. По сути, на конференции пойдет речь о соблюдении Парижского соглашения по климату. Каждая из стран взяла на себя обязательство сокращать углеродные выбросы в атмосферу. Это получило наименование «углеродная нейтральность». Сроки и объем у всех разные. Евросоюз поставил себе задачу выйти на целевые показатели к 2050 году, Россия — к 2060-му. Если, так сказать, то, что Европейский Союз пройдет к 50-му году углеродной нейтральности или, скажем, Япония, вероятность выполнения, наверное, очень высокая, то вероятность выполнения, скажем, Индии к 70-му году, Вьетнаму к 50-му, как это было сегодня заявлено, ну, очень спорно, очень спорно. Россия где-то посредине. Россия по выбросам СО2 или двуокиси углерода занимает четвертое место в мире и ратифицировала соглашение из крупнейших стран одной из последних. В соответствии с документами, которые утвердили в правительстве, через 30 лет выбросы парниковых газов снизятся на 60% по сравнению с 2019 годом. Эксперт Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин считает эту программу реалистичной. Технически и финансово в России это сделать способно. Больше всего, конечно, вопросов возникает по лесам. Можно ли так повысить поглощающую способность в 2-2,5 раза? Можно. Ученые, специалисты в этом прописали. И что меры-то не сложные технически, но просто они требуются на гигантской территории. Да, это затраты. Но такие деньги, в общем-то, у России есть. А вот в российском отделении Greenpeace в успехе российской программы по снижению выбросов сомневаются. Там отмечают, российские чиновники попытались упаковать привычную сырьевую экономику, газ, атом и электростанции в модель по спасению климата. В отличие от многих других стран Парижского соглашения. Там, естественно, есть лидеры, которые предлагают повестку. И у них хай-тек, и инвестиции, и они законодательный мод. И это не только, кстати, Евросоюз, а и Китай. И в этом смысле, конечно же, это пока, с моей точки зрения, такая стратегическая ошибка. То есть попытаться втиснуть в климатическую повестку то, что есть. Для успешной реализации программы, считают некоторые экологи, нужно менять структуру российской экономики. В России по-прежнему сжигают мусор и делают ставку на продажу нефти и газа. А для перехода к энергосберегающим технологиям требуется очень много денег. Сегодня цена колоссальная. В Евросоюзе это 1 триллион евро только на ближайшие десятилетия для какого-то перехода в рамках зеленой таксоемии Евросоюза. А в Российской Федерации господин Белоусов оценил 90 триллионов рублей. Ну, там 1-2% ВВП ближайшие десятилетия. То есть это колоссальные средства. И вопрос, кто это оплатит. И вопрос, как бы пока открытый. Впрочем, российские экологи отмечают самоучастие России в Парижском соглашении и разработка всевозможных экологических программ и стратегий – это уже шаг в правильном направлении. Вопрос только в том, как сильно будет расходиться слово с делом. То, что Россия говорит и пишет, скажем так, на бумаге – хорошо, но это надо выполнять. Это беда моей любимой страны, что на словах у нас отлично, а вот когда на дело принимается, все гораздо хуже. Справедливости ради, отмечают эксперты, все страны Парижского соглашения в самом начале пути. И уже сейчас участники столкнулись с трудностями. В частности, развивающиеся страны надеялись на финансовую помощь развитых стран, но получили гораздо меньше, чем ожидали.